Процедурная генерация в Source Engine Доброе время суток, друзья! Не будем лить воду и перейдём сразу к делу! В Source Engine невозможна реальная процедурная генерация игрового мира, поэтому... Бегите, глупцы! Но сначала... Ладно, итак, в этом видео мы не будем вещать о том, что есть процедурная генерация. Этим добром и так полон ютуб. Сейчас мы расскажем, почему она невозможна в Source Engine, и какие трудности вас ожидают, если вы пожелаете разнообразить свою карту вариативностью декораций. PSP-древо Source — это очень старый движок, использующий старые технологии. Основная часть геометрии игровых уровней — это так называемый брашворк, заранее соединённые между собой геометрические примитивы, которые во время игры нельзя удалять, перемещать или менять их форму. Говоря доступно, любая карта — это нагромождение прямоугольных коробок. Даже если это голое поле или же улица, они являются просто большими коробками. Вы можете только менять их содержимое, чем является большинство брашевых сущностей с приставкой Funk или 3D-модели, кроме сущностей Probstatic. Но эти объекты не будут влиять на рендер. Допустим, есть две комнаты и стена между ними. В обычной ситуации движок не будет рендерить то, что находится позади стены. Но если, к примеру, превратить её в Funk Detail или 3D-модель, движок начнёт игнорировать обрезку рендера. Всё, что находится позади такой стены, будет в кадре. Поэтому вы должны отдавать себе отчёт, прежде чем решиться добавлять на карту 3D-модели домов и превращать помещение в Funk сущности. Кроме того, если на карте появится щель, оптимизация вовсе будет отключена, вода перестанет отображаться, 3D-скайбоксы сломаются, как и вся карта в целом. Так что даже если вы и решитесь имитировать процедурную генерацию, заготовка в виде одной или множества больших коробок вокруг ваших декораций неизбежна. Освещение Source Engine использует метод предварительного освещения геометрии, а именно Light Map, или по-русски карта освещения. То есть, во время компиляции игрового уровня берётся каждый отдельный браш и его текстура, а затем поверх базовой текстуры добавляется дублирующий слой, где уже попиксельно яркость смещена в сторону насыщенности или затенения для имитации тени от других объектов. Что всё это значит? А это значит, что если телепортировать стену из комнаты А, где нет света, в комнату Б, где есть свет, то сама стена будет выглядеть чёрной. Свет в Source Engine не имеет точечного глобального источника освещения в реальном времени, поэтому вам придётся либо смириться с такой реальностью, либо идти на ухищрения и некоторые неизбежные условности. К примеру, в комнате А можно создать точно такое же освещение, как в комнате Б. Тогда при телепортации объекта он будет выглядеть органично освещенным. Но возникает две больших загвоздки. Первая. Сколько объектов может быть случайно телепортировано, столько требуется и ненужных комнат. А это здорово отнимает ресурсы и увеличивает размер конечной BSP. А значит, нам такой вариант не подходит. Вторая загвоздка. Тени. Брашевые сущности, такие как Funk Brush или Moffle Near, не отбрасывают динамических теней. Точнее, такой возможности нет в Garry's Mod. А с такой проблемой освещение будет недостоверным и неприглядным. Ладно бы только брашевые сущности. К сожалению, даже пробдинамик не будут затенять объекты позади себя. Это могут только пробстатик модели, которые участвуют в формировании карты освещения. Поэтому остаётся только смириться с тем, что освещение будет ужасающе неправдоподобным. Свет от лампочки будет проходить сквозь брашевые сущности, ровно так же, как сквозь 3D-модель стены. Коллизия. Нельзя было не упомянуть ещё тот неприятный факт, что Ragdoll-модели и трупы могут просто проваливаться сквозь брашевые сущности и 3D-модели. Хотя, путём научных исследований, мы пришли к выводу, что Funk Wall Toggle способна адекватно удерживать на себе проб Ragdoll-модели. Также эту сущность можно включать и выключать во время игры. Возьмите на заметку. А ещё забавно, или печально, то, что при использовании Scripted Sequence ваши NPC смогут просто проходить сквозь стены, созданные из фанк-сущностей или 3D-моделей. Ох, если вы по какой-то причине всё равно упорно желаете имитировать на карте случайным порядком установленные декорации, то внимайте! Мы будем использовать две энтити. Фанк-браш для геометрии, созданной в Valve Hammer, и Prop Dynamic для полноценных 3D-моделей. Все объекты должны быть выключенными в начале игры. У моделей должна быть дополнительно отключена коллизия. Для более корректного освещения 3D-моделей можно использовать сущность InfoTarget и указать её в качестве Lightning Origin. Тогда будет исключена проблема, когда одна модель может оказаться чёрной, а другая правильно освещённой. Всё, с подготовкой закончили! Дальше потребуется минимум две сущности Logic Auto и Logic Case. Первый должен запускать второй объект после запуска игры. А уже в Logic Case в графе Outputs для брашей моделей, которые будут включаться и выключаться на карте, нужно прописать по две команды FireUser1 и FireUser2. Например, когда должен быть включен браш, то посылается команда FireUser1, в то же время для моделей FireUser2. Итак, для каждого из трёх случаев один объект получает всегда команду FireUser1, остальные же FireUser2. Теперь осталось задать, что означают FireUser1 и FireUser2. В Outputs каждого из трёх объектов нужно указать OnUser1, включает самого себя. OnUser2, выключает. Для моделей обязательно будет добавить включение и выключение коллизии. Всё достаточно просто, пока на карте малое количество объектов для спауна. Но должны предупредить, Source тоже имеет свои лимиты, и чем больше в кэше будет таких объектов, как PropDynamic, тем горше может ощущаться FPS на вашем уровне. Что бы вы ни выбрали, это будет путь костылей и условностей. Наберитесь терпения, и всё получится. А пока временно попрощаемся. Напоминаю про наш Бусти, на который вы можете подписаться. А пока, удачи, тамодачи!